Здравствуйте! И снова всем здравствуйте! Друзья мои, вот я снова с вами вернулась. Посмотрите, какая красота! Я, наверное, впервые за много-много лет, возвращаясь в Англию, была поражена тем, что в Англии оказалось теплее, чем в Европе. В частности, в Южной Европе, в частности, в Испании и там, где я была, в Тенорифе, на Канарских островах. И вот, вы знаете, сегодня я хочу вам рассказать поподробнее. И хочу, конечно же, вам рассказать о своём путешествии и показать всё да как, что да как. И знаете ещё что? Я очень много там для вас опять коротеньких видео сделала. И буду очень рада, если вам понравится. Но сейчас я, представляете, под таким впечатлением... Вот я сегодня... Вчера я приехала, а сегодня у нас среда, 6 марта 2024 года. И такой солнечный, чудесный день и вчера был, и сегодня. Ну, погода не сказать, что совсем уж такая, знаете, тёплая. 7-9 градусов тепла, но, тем не менее, стоит удивительная тишина. И вы слышите опять пение птиц замечательных весенних. Ну, и также у нас буйно расцвели все цветы. У нас буйно цветёт именно сейчас магнолия, которую я вам немножко показала вначале. Но я вам ещё покажу, конечно же, куда же мои видео без цветов. Сами знаете, что я цветы обожаю. И мне кажется, что цветы, они поднимают настроение всем. А нам сейчас, вы знаете, очень-очень нужно, чтобы настроение наше совсем уж не валилось в какую-то депрессию. Вот, поэтому хочу вам своё видео показать. И то, что меня очень впечатлило. Я надеюсь, что и вам понравится. Ну, вот такое небольшое у меня для вас вступительное слово. И я начинаю свой небольшой рассказ о том, где я была, что я видела. Я поделюсь с вами. Усаживайтесь, друзья, поудобнее. И давайте начнём. Так вот, что хочу сразу сказать, друзья. Отсутствовала я две недели по весьма уважительной причине. Потому что я была в круизе, на круизном лайнере, огромном лайнере. И мы с моим другом ездили. Почти 15 дней длилось это наше путешествие. И вот так вот, знаете, я снимала по чуть-чуть, по чуть-чуть. И лайнер вам снималась. И в нашу каюту. И, в общем-то, так, знаете, немножко озвучивала по ходу дела. Пока не забыла. Поэтому я, наверное, сейчас вот так вот вам покажу кусочками, да, то, что у меня есть для вас. Чтобы вы немного поняли, где именно мы были. Ну и, по возможности, буду пояснять то, что, может быть, не вошло в мои первоначальные пояснения. И если где-то буду повторяться, то уж не обессудьте, друзья. Ну вот. Ну вот на каждом этаже, видите, разные кафе, разные рестораны. Очень много сладкого, которое я, в общем-то, не очень приветствую, сказать по правде. Ну вот, давайте посмотрим. Это седьмой уровень. Вот видите. Вообще огромный лайнер. И мы только что прибыли. Только-только разместились. Поэтому, уж извините, так, говорится, показываю всё на ходу, на скаку, что могу показать. Ну вот, видите, здесь опять какие-то кафешки, ресторанчики. Здесь вот центральный такой спуск, видите, красивая лестница. На три этажа можно спуститься или подняться, как вам нравится. Ну, это только, как говорится, такой первоначальный обзор. Немножко то, что я могу показать. Времени пять часов уже у нас вечера. Но мы ещё даже не отчалили от причала. Ну вот, здесь ещё такая обычная лестница между палубами. И, конечно же, есть лифты для людей пожилых. Вот, мы с вами по мере нашего здесь пребывания будем смотреть вокруг, сколько кого и где. Но сейчас, насколько я могу видеть, в основном люди over 60, over 70, да, понимаете? Ну вот, я поднялась на наш девятый уровень. Как сказать, девятая палуба. Огромный длинный коридор для того, чтобы найти номер нашей кабины. У нас номер 616. Видите? Ну вот, уже 610, уже ближе. И сейчас наша. Эуя. Ну что, наше путешествие начинается. И вот она, наша кабина на замечательном лайнере Айона. Мы только-только, видите, загрузились, получили наш багаж. И смотрим, что здесь есть интересного. Ну, судите сами. Это suite, suite кабин на огромном лайнере. Вот, видите, здесь у нас огромная king-size кровать. Здесь телевизор. Сейчас покажу. Ну, здесь, здесь какие-то небольшие полочки. Здесь, конечно же, этот холодильничек такой. Но он не работает. Кофемашин тоже не ахти. Вот. Ну, а здесь вход. Софа напротив телевизора. Видите, да? Вот так выглядит небольшая такая декорация. Так, идём дальше. Здесь, видите, такая маленькая ещё комнатка. Просто диванчик. И дальше у нас огромный балкон. Огромный балкон. Да. И вот. Мы только прибыли, но мы ещё даже не отправились. Даже не отправились. Вы не поверите, но орхидея настоящая, реальная. Не пластиковая. Очень красивая. Давайте посмотрим, что здесь ещё есть. Здесь же ещё должна быть ванная, туалет. Наверное, где-то здесь. Или это... Ой. А это вообще не открывается. Так что... Так трудно, трудно. Очень трудно быть бестолковой. Я не поняла. Ну вот. Слава богу, я нашла. Вот так выглядит батрум. То есть туалет и душевая кабина здесь, смотрите. Видите, вот. Кстати, довольно много места. Довольно много места. Ну, не могу сказать, что супер много места. Ну, достаточно. В общем-то, видите, вот так. Да. Туалет. И всё, что нужно, похоже, есть. Возвращаясь к этим дверям, я так понимаю, что они не открываются. Видите? Потому что здесь стоит для мусора штучка. Нет, это не открывается. Входная дверь. Сейчас вам покажу, как выглядит коридор. Смотрите. Со всех сторон. Вот с этой стороны, видите. Только-только заселяются люди. Привезли багаж для всех. Огромный коридор длинный. И кабинки такие, как у нас, со всех сторон. Это девятый дек. Девятая палуба. Вот, смотрите. С этой стороны уже многие заселились. Но ещё не все. Вот так, друзья. Ну, у нас ещё много времени впереди распаковаться. Попытаться здесь обустроиться немножко. Посмотреть, как всё это происходить будет. И постепенно-постепенно я буду вам показывать. Немного больше. Здесь какая-то посуда. Очень хорошо, что здесь есть чайник. Да. Ну и вообще, вы знаете, 5000 пассажиров и уже почти полный лайнер. Осталось совсем немного свободных мест. Что, в общем-то, меня немного удивило, конечно. Потому что стоимость круиза довольно высокая. Спросите меня индивидуально, и я вам расскажу. Ну, я думаю, что это не главное. Ну, вот так мы путешествовать начнём. В 5 часов вечера. Сейчас он у нас ещё только 3. 2 часа будем ещё стоять. Ещё не все загрузились. Ещё не всё сделано, как положено. Этот лайнер пришёл с прошлого круиза только вчера. То есть, очень быстро всё это делается. Вы представляете, какая огромная работа, когда прибывает 5000 пассажиров, выгружаются. И в течение дня нужно загрузить 5000 новых. Как это трудно. Еду, напитки, моющее средство. Всё помыть, перемыть, всё заменить, бельё. И всё остальное, представляете, да? Но, тем не менее, быстро всё. И очень замечательно. В основном, сразу могу сказать, здесь стаф. То есть, обслуживший персонал Индия. Что, в общем-то, для меня даже и неудивительно. Вот так, друзья, небольшая экскурсия. Начало нашего путешествия. Всё для вас. Есть вопросы? Задавайте. А я надеюсь, что мы вскоре увидимся с вами. Первый день нашего путешествия практически закончился. Ну, он был такой суетной, знаете, посадка на огромный лайнер. 5000 пассажиров. Очень суетный день. Но, тем не менее, он прошёл для нас довольно успешно. Потому что у нас был Private Barden Pass. Это, как сказать, посадочный талон, да? Private. И мы прошли без всякой очереди. Хотя там очередь была огромная. И помню я в прошлый раз, когда я путешествовала в 2012 году. Да, то мы стояли очередь на Страшном ветру. Это тоже был февраль месяц. И тоже был Саус-Хэмптон порт отправления. Но в основном Саус-Хэмптон самый крупный порт отправления в Англии. И вот тогда мы стояли на огромном таком пространстве, открытом, под несмолкающим ветром, неутихающим. И было очень холодно. Ну, вот сейчас мы подошли очередь. Но нам показали другой вход для Private. И мы быстренько прошли. Там забрали наши все чемоданы, наш багаж. И дали нам карточку в ресторан. Всё оплачено. Вот я вышла на балкон с чашкой чая. Сейчас, может быть, немножко подышу здесь свежим воздухом. Потому что, как вы понимаете, в основном-то здесь же всё закрытое пространство на лайнере. Ну, вот многие гуляют сейчас, видите, вокруг. Немножечко такой променад устраивают для себя. Гуляют по открытой палубе. А в основном всё пространство – это закрытая палуба. Лайнер Айона 17-палубный, огромный. Я вам его покажу со стороны, когда мы прибудем в первый порт. Первый порт у нас будет Мадейра через три дня. А вот четыре дня мы будем здесь идти по открытому океану Атлантическому. Видите? Мы только-только рано утром вышли из пролива Ла-Манш, пролива English Channel, английского канала. По-другому название его, если кто не знает, уточнила. Ну и вот посмотрите, какая погода. Конечно же, ветрено, но слава богу, что волны небольшие. Океан, знаете, он бывает всякий разный. Вот сейчас, наверное, считается спокойно для океана. Хотя, на удивление, я чувствую, как колышется наш лайнер, как он поднимается вверх и вниз, а ещё иногда и на бок кренится. И для меня это огромная проблема, потому что у меня морская болезнь. Знаете ли, вдруг оказалось, что у меня она есть морская болезнь. Я набрала таблеток. О, села. Села, расположилась здесь немножко. Так, закрытое пространство получше. Там ветер просто свищет. Так вот, продолжаю. Значит, я набрала таблеток. И ещё мы купили вот такие вот браслеты. Вот видите? Может быть, кто-то знает. Вот, на пульс. Вот эта кнопка устанавливается ровно на пульс. И на одну и на вторую руку, если у вас морская болезнь, говорят, что это помогает от sickness. Sickness. Вот, но что-то мне как-то не очень помогло. Хотя я не могу сказать, что я прям уж совсем так мучаюсь, знаете, этой морской болезнью. Но неприятно. Такая вот, знаете, головная боль. И иногда, когда сильно качает, то я... Мне подташнивает. Вот. Извините за такие подробности. Может быть, так слишком уж много вам рассказываю. Но, тем не менее. И я хочу что ещё отметить? Что мы уже гуляли по всему этому лайнеру. Так вот, видите, наша каюта находится... Ну, как бы посредине, но, по-моему, всё-таки ближе к концу. Ближе к хвосту, как он называется. Забыла. Вот. Ну, вы меня поняли, да? Так вот. Я, как я заметила, на носу корабля качка практически не ощущается. Вы сами понимаете. Вот в средине тоже более-менее нормально. А вот вчера мы, как-то не подумавши, выбрали ресторан Horizont. Который находится на самом-самом конце лайнера. Вот там. В хвосте, да? И это было невыносимо для меня, по крайней мере. Ну, и ещё одна женщина за нашим столом. Обычно там шесть человек усаживают за стол. Каждый день, каждый вечер разные вас будут встречать там к гости за столом. Вот. Но интересно. Так вот, там женщина одна увидела, что я сижу с браслетом и спросила меня, у вас тоже болезнь эта морская? Я говорю, ой, да. Ну, и мы с ней поняли друг друга. Сидели сокрушались. Что вот так вот случилось. Что ещё могу я сказать? После первого дня и первой ночи пребывания на лайнере. Что преобладает здесь, конечно, как я и знала уже, контингент. В основном over 60, иногда даже over 70, больше. Но есть, конечно, и пары с детьми, для которых здесь тоже очень много развлечений. Я имею в виду для детей очень много развлечений. Обычно все эти развлечения, какие-то игры для детей, они всегда отдельно. Но потому что, скажу вам прямо, английские пары over 60, а тем более ещё постарше, старше 70, они не очень приветствуют. Вот этот шум детвору бегающую постоянно. И поэтому, уже зная об этом, вот обычно так сделают. Я немножко вам рассказываю, как бы, может быть, для вас интересно. Может быть, если кому-то это неинтересно и нудно, то, пожалуйста, друзья, не смотрите. Вот что единственное я могу сказать. Но я знаю, что немногим приходилось путешествовать на лайнерах таких круизных. Поэтому я и объясняю. Ну, то есть, я рассказываю, конечно же, опять только свою точку зрения, свой взгляд на это. Но так как у меня уже второй визит и путешествие на лайнере, то я уже, как бы, считаю себя таким знающим человеком. Так вот, в основном очень любят эти круизы, вот именно вот такие вот пары английские, пенсионеры, которые уже имеют достаточно денег для путешествий, но которые уже не имеют такого, знаете, очень хорошего здоровья, чтобы где-то бегать и путешествовать именно таким своим ходом, как я называю, да, ну, то есть выбирать какой-то маршрут и ему следовать, используя либо автобус, либо самолет. Это трудно, это сложно, и не все готовы на это. А вот круизный лайнер, он предоставляет такую возможность путешествовать, как говорится, не выходя из кабины. Вот, и не очень много тут ходить приходится. Люди, в общем-то, которые уже немножко имеют сложности со здоровьем, они очень любят именно вот такие вот круизные путешествия. Поэтому в Англии столь популярны круизы. Я ничего не знаю по поводу других стран. Ну, я знаю, что круизных лайнеров курсируют очень много, по разным направлениям, из разных стран. Вот, поэтому, если кто-то имеет какие-то другие сведения, расскажите мне, мне будет интересно услышать тоже и вашу точку зрения, ваш взгляд на это. Ну, вот у меня сложился такой взгляд. Так вот, что еще я могу сказать в первый день нашего путешествия, что нас ожидает еще 14 дней впереди. И мы пришвартуемся в четырех портах. Я скажу вам об этом подробнее позже. А сейчас пока-пока.